В эфире новости в студии МИДАТ Халилов. Здравствуйте. Поддержим политзаключенных. Как протестовал украинский парламент с вещами на выход. Как российские военные выселили преподавателя украинского вуза. Крымская семья начинает новый учебный год. Кого из звезд пригласили на праздник. Украинские депутаты поддержали крымских политзаключенных. Парламентарии держали в руках таблички с именами узников Кремля. Инициатором выступил глава Межлиса и народный депутат Рифат Чубаров. С трибуны он вновь вспомнил о Бахтеме Чайгозе, Ильме Умерове, Николае Семене, Арсене Джепарове и других заключенных, которых пророссийская оккупационная власть незаконно удерживает в Крыму. Средняя война с позиции российских оккупантов, всех тих граждан Украины, чьи прозвища, которые расположены на ваших работах, полягают в том, что они сохраняют верность Украине, любят Крым и не принимают оккупантов. Мы украинские парламентарии, украинская держава и украинский народ должны задействовать все усилия, чтобы вернуть Крым и чтобы вернуть Крыму отбылось на короткие термины. Прокремлевский суд Симферополя продлил срок фигурантам дела 26 февраля. Теперь Али Асанов и Мустафа Дегерменджи останутся под домашним арестом до 7 декабря. По словам адмоката Эдема Семидляева, суд оставил меру пресечения, несмотря на просьбы сторон защиты. Она просила разрешить полить заключенным свободно перемещаться по их региону. Однако суд отклонил просьбу. Теперь они могут выезжать лишь на судебные заседания. Понимали, что никто не изменит меру пресечения. Мы просто просили расширить им возможность передвигаться по Али Асанову, по советскому району, Мустафе Дегерменджи, по своему району, чтобы можно было работать, чтобы можно было непосредственно Али Асанову, так как у него четверо детей, возить их в школу, забирать со школы. Напомню, под домашним арестом Али Асанов и Мустафа Дегерменджи находятся 6 апреля. Международный розыск объявили руководителя одной из род так называемой самообороны Крыма Армена Мартаяна. Однако известен он больше под позывным Самбел. По каналам Интерпола он проходит со статусом арест с целью экстрадиции в Украину. В нашей стране Мартаяну грозит до 8 лет лишения свободы. Его подозревают в нанесении телесных повреждений и похищения людей. Об этом сообщили в Главном управлении нацполиции Украины и РК Севастополя. Напомню, так называемая самооборона Крыма появилась накануне оккупации полуострова и способствовала аннексии. 11 июня 2014 года подконтрольный Кремлю парламент полуострова узаконил эту организацию, приняв даже соответствующий закон. С вещами на выход в Севастополе из общежития, которое раньше принадлежало институту банковского дела, выселили бывших украинских преподавателей. Без крыши над головой остались уже 7 семей. Сейчас здание принадлежит Минобороне России. Там оккупационные власти разместили Черноморское военно-морское училище имени Нахимова. В 2014 году после аннексии полуострова институт банковского дела в Севастополе вынужденно прекратил свою работу. И в здании общежития остались проживать семьи сотрудников. В 2015 году правительство Севастополя передало здание Нахимовскому училищу вместе с людьми. Но российские военные, несмотря на то, что идут судебные процессы, неоднократно пытаются выселить оставшихся сотрудников. Одна из пострадавших рассказывает, что уже 5 дней живет в машине. Больше ей негде поселиться. Говорить не удалось забрать даже одежду и самые необходимые вещи. Ночую в машине. Приносят мне еду. Большие наши сотрудники помогают. Купаться я могу пойти. Какие-то знакомые попросили, чтобы покупаться. Одежды у меня нет. Вот в чем я ушла, до сих пор я так и хожу. Уже на улице холодно. Чувствую себя брошенная. Имея работу хорошую. Имела, можно сказать, уже квартиру. И на сегодняшний день я чувствую себя бомжом. Украинское слово в Крыму. На полуострове презентовали первый экспериментальный выпуск газеты. Издание «Крымский террин» создатели, активисты Украинского культурного центра. Главная цель украиноязычного издания – защитить право крымчан на сохранение родного языка и культуры. Пока газета вышла тиражом 500 экземпляров. И хоть в продажу они не попадут, почитать их можно будет на сайте Украинского культурного центра и в Фейсбуке. Уникальность газеты в том, что это первое издание на украинском языке, которое появилось на полуострове после его аннексии больше трех лет тому назад. Главная цель украинского центра «Крымский террин» Новый учебный год стартовал в Крымско-Татарском культурном центре. На праздничном концерте побывала и команда «ЮА Крым». О том, какие звездные гости присоединились к крымским татарам и как прошел вечер, смотрите в нашем следующем сюжете. Дети в национальных крымско-татарских костюмах, улыбки гостей, праздничные песни и танцы. Так Крымско-Татарский культурный центр открыл новый учебный год. Праздничный концерт организации «Крымская семья» прошел в Киевской школе номер 165. Именно в ее стенах дети-переселенцы с полуострова могут заниматься изучением своего родного языка, учиться исполнять национальные танцы, петь и даже играть на музыкальных инструментах. Мероприятие началось с исполнения гимнов украинского и крымско-татарского. Открыл праздник муфти-мусульман Крыма Айдер Рустамов. Он прочел молитву и пожелал всем крымским татарам скорейшего возвращения на родину. Главная цель крымской семьи – сохранить родной язык и культуру. Три года назад организация начала свою работу как объединение нескольких крымских семей. Теперь они развивают и обучают около сотни детей. У нас было где-то 7-8 детей и 3-4 родины. Разом все мы пришли к тому, что нам нужно создавать тут общественную организацию, которая бы обеспечивалась нашими детьми, которые были обязаны приехать сюда. Они были вырваны из родного средств. Мероприятие посетили лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев и глава Меджли Сарифат Чубаров, а также крымско-татарская певица Джамала и режиссер Ахтем Сейтаблаев. По его мнению, крымская семья за три года сделала огромный вклад в объединение и развитие детей-переселенцев из Крыма. А это, считает он, очень важно. Для того, чтобы они не забывали, откуда они, не забывали свою мову, свою веру, не забывали, что они гражданами Украины. Очень важно, когда дети сейчас будут иметь возможность учиться не только украинской языке, но и крымско-татарской, учиться музыку, традиции. Преподаватели Крымско-татарского культурного центра утверждают, три года назад условия были тяжелыми. Сейчас же все иначе. Для занятий музыкой и танцами оборудованы новые помещения и предоставлена аппаратура. Говорят, не хватает только учебников на крымско-татарском языке. Сейчас мы базируемся в школе 165-й, где условия, конечно же, наши выросли. С каждым годом они все становятся лучше и лучше. Детей у нас много занимаются. В этом году, с 1 сентября, 70 человек уже у нас детей. Ученики центра принимают участие в различных культурных мероприятиях и фестивалях. Так они показывают миру красоту культуры крымско-татарского народа, коренного народа Украины. Безусловно, есть желание поездить по странам, показать свою культуру. Многие нас уже, организации, приглашали и в Америку, и в Канаду. В этом году, летом, французская организация La Capone du Monde пригласила именно нашу организацию принять участие в летнем лагере, где приезжали с разных стран. Благодаря этой организации, кстати, дети побывали в Диснейленде. Родители учеников довольны учителями. Говорят, педагоги очень ответственно относятся к своей работе. Вдали от Крыма они сохраняют и развивают язык и культурные традиции крымско-татарского народа. Мы очень довольны, что наши дети занимаются крымско-татарский язык, изучают вокал, также познают азы крымско-татарского танца. Присоединиться к занятиям в Центре культуры может любой желающий, даже если он не крымский татарин. По словам организаторов, крымская семья делает все возможное, чтобы, вернувшись на полуостров, дети-переселенцы не чувствовали себя оторванными от своих корней. Руслан Халапов, Юрий Анисимов. Новости. ЮА Крым. На этом я прощаюсь с вами. В студии был Медат Халилов. Смотрите нас по будням и подписывайтесь на ЮА Крым Фейсбук. Руслан Халилов. Новости. ЮА Крым. Руслан Халилов. Новости. ЮА Крым. Руслан Халилов. Новости. ЮА Крым. Руслан Халилов. Новости. ЮА Крым.